всем привет вы на канале есть вопрос и сегодня я хочу рассказать вам про тактильные игры тактильные игры направлены на развитие тактильного восприятия тактильное восприятие это познавательный процесс когда мы с помощью прощупывания распознавания каких-то различных фактур и предметов получаем информацию которая необходима нам для того чтобы подключить какие-то другие мыслительные функции и взаимодействовать с окружающим миром у малышей тактильное восприятие это первый познавательный процесс который включается в работу вы наверняка замечали что детки только что рожденные они всю информацию получают с помощью рецепторов находящихся у них на коже губ на коже пальчиков на коже тела и таким образом они получают необходимую информацию чтобы развиваться и чтобы взаимодействовать с окружающими сейчас я хочу показать вам две игры которые есть у нас в ассортименте эта игра тактильное домино это и игра тактильное лото начнем с домино поскольку с домино наверняка все знакомы и принцип домино все знают но я на всякий случай еще раз расскажу как работать конкретно с данным с данной игрой начинаем мы с того что раздаем ребенку вот такие доминошки и каждому поровну в зависимости от того сколько человек будет участвовать в игре раздаем например по четыре штучки начинает тот человек понятно что раздаем в произвольном порядке не видя что мы раздаем чтобы не было никому обидно начинает тот человек у которого дубль он первый делает ход а в дальнейшем дети руководствуясь тем какая текстура нанесена сверху на ищут у себя точно такую же текстуру и складывают рядом с первым с первой доминошкой таким вот образом используя домино мы можем ребенку объяснять да что такое цвет что такое фактура и а например если у ребенка испытывают какие-то сложности не знает что положить в данный момент в игру то мы объясняем да вот вот у нас например есть ребристая поверхность розовая ребристая поверхность и если такая нет вот у тебя есть еще одна доминошка есть вот такая шершавая блестящая поверхность посмотри есть на поле для игры такая поверхность да есть ну вот можешь положить сюда вниз можешь положить ее сбоку можешь положить и вверх как тебе угодно вот ребенок делает свой выбор и кладет доминошку в игру вот таким образом мы играем при этом мы очень большую информацию большой объем информации даем ребенку в игровой форме и ребенок учится при этом он развлекается и это довольно таки интересный и увлекательный процесс это была игра домино тактильная более подробно мы сегодня остановимся на вот этой игре на тактильном лото лотошки имеют одинаковую поверхность с одной стороны то есть вот такая ровная деревянная поверхность и разные разные поверхности с другой стороны здесь мы видим более такая мягкая оранжевого цвета здесь она более шершавые и сейчас не показать на видео но она действительно шершавая как наждачная бумага вот есть такая вот ребристая поверхность есть более пушистая поверхность красная то есть все они имеют свои особенности, они очень четко ощущаются на ощупь, именно поэтому это тактильное лото. И каким-то образом могут быть видны и глазу, но в целом глаз больше различает, конечно, не тактильные свойства, а, например, цвет и какие-то изменения в фактуре. Какие игры могут быть с этим лото? Первая и, наверное, основная игра – это найди похожую. То есть мы просим ребенка найти среди множества лотошек похожие. Каким образом? Сначала мы можем это делать, просто разложив перед ним лото различной поверхностью вверх, и он это делает, прощупывая лото. Это очень важно, что он должен пощупать его. И тогда, когда мы все эти лото разложили перед ребенком, он, трогая их, может найти похожий на ощупь. Если ребенку сложно ориентироваться только на ощущения, можно убрать зрение, завязать чем-то глаза, и тогда ощущения, они усилятся. То есть, когда мы не видим, мы отключаем самый доминантный канал восприятия – это зрение, и тогда все ощущения, которые исходят не из него, они усиливаются. Ну, вот тактильность, она усилится 100%. Если ребенку комфортно с завязанными глазами, можно делать это именно так. Ну, либо использовать другой вариант этой же самой игры. И для этого нам понадобится вот такой вот мешочек. Мы, любой мешочек, это может быть просто пакет, который непрозрачный, да, чтобы ребенок опять же не пытался ориентироваться и не забивался на зрение. Мы складываем туда доминошки, ой, лотошки. И ребенок достает их из мешочка, когда ему даем инструкцию найти похожую. Можем дать ему, например, вот такую вот первую лотошку, дать ему ее потрогать, ощутить, остальные лото убрать в мешок. И он будет доставать рукой, общупывать каждую поверхность мешочки, ориентируясь только на свои ощущения и говорить, я думаю, что это вот тест, доставать и сравнивать, угадал он или нет. Я вот не угадала. Еще один из вариантов такой игры, мы можем здесь задействовать еще и память, тактильную память. Мы раскладываем перед ребенком пять лотошек и опять же можно завязать ему глаза и попросить его потрогать каждую из них и запомнить ощущения свои от каждой из них и от последовательности. То есть сначала идет гладкая, потом шершавая, потом ребристая, потом пушистая. Таким образом ребенок запоминает последовательность выложенных лото. И после этого, если он закрытыми глазами, то мы просто убираем, например, одну из них и кладем взамен другую с более выраженной, например, поверхностью, чтобы ему было проще. Либо мы меняем их местами, либо и то, и другое. Но это в зависимости от того, насколько ребенок в этой игре уже профессионал. Если это будет, например, первое знакомство с этой игрой, то я рекомендую делать меньше лото, выкладывать, например, три штучки и менять одну из них, не меняя последовательности. Чтобы ребенок справился, чтобы он ощутил, что это ситуация успеха и ему было интересно в дальнейшем играть в такую игру, чтобы он не думал, что он неудачник. Когда мы поменяли ситуацию, просим ребенка снова потрогать лото. Он трогает и угадывает, где была замена, либо каким образом поменялась последовательность. И тем самым мы развиваем не только тактильные восприятия, мы развиваем еще и память, подключаем мышление. То есть ребенок анализирует, в какой последовательности находились лото, в какой последовательности, каким образом изменилась ситуация. И это уже подключается мышление. Еще одну игру, которую можно предложить ребенку, поскольку это дерево, поскольку оно имеет определенную форму, мы можем попросить его, например, чтобы разнообразить игры с этим материалом, нужно построить арку, но не просто арку деревянную, а из двух ребристых и одной шершавой лотошки. И вот мы берем, например, сначала ребенок выбирает, правильно трогая, трогая, ощущая поверхность, это вот поверхность шершавая, значит, я ее беру. Она одна, это поверхность ребристая, она мне подходит, такая поверхность тоже ребристая, она мне подходит и выставляет арку. То есть вот она у нас, получается, такая арочка. Это тоже требует определенных усилий, но это, в принципе, это возможно, если, особенно если поверхность стола, например, будет не скользкой. Вот в данном случае она немножко проскальзывает, но мы это все равно сейчас с вами изобразим. Вот, например, вот так, да. Если поверхность будет такая более располагающая к постройкам, тогда это удастся гораздо проще. Но смысл здесь не в том, чтобы была какая-то эстетическая ценность постройки, здесь смысл в том, чтобы ребенку это было в игровой форме и это было интересно, строить это интересно. Но при этом мы задаем ему задачу, задачу, которая требует его определенных мыслительных усилий, которая подключает его способность анализировать поверхности, которая подключает его способность считать, то есть сколько нам нужно деталей, чтобы построить деревянную арку. Здесь мы все подключаем для того, чтобы ребенок в игре развивался. Сегодня мы с вами рассмотрели две игры на развитие тактильного восприятия. В нашем арсенале таких игр много, вы можете пройти к нам на сайт labigr.ru и посмотреть сами, убедиться в этом. Мы ждем вас на канале, есть вопрос, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, ждем ваши вопросы в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok